Дозапишем мы, друзья, ключевые раунды матча Annexys против Fakultis. Посмотрели Maliman Dogs против товарищей из Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты отвалились. Ну а здесь вот интересная игра. 11-8 и Fakulti будут пытаться давать сейчас камбэк. Они-то взяли пистолетку и взяли оружейный. Да, взяли оружейный. Второй тоже оружейный, судя по всему. И вот у Annexys сейчас будет еще один ЭК играть. Они будут давать девятый раунд и придут к счету 11-11 рано или поздно. Борьба в этом матче только начинается. Мы его смотрим не сначала, а опять же по понятной причине. смотрели другой матч, который обещал быть интересным и многообещающим, но не взрослось так. Ну и Fakulti здесь что? Отстреливают ЭК у команды Annexys, при том, что очень-очень уверенно. Вот сейчас самая главная задача, наверное, этих молодых людей собраться. 11-9. Fakulti еще один раунд здесь забрали. Давайте-ка понаблюдаем. Вот за этим пимпсом, фотография которого у меня сегодня нежданно-неглядно нежданно-неглядно скинули специально вот в твиттер, чтобы я на нее посмотрел. И ты посмотрел? Ну да, да, да. Я посмотрел. Я посмотрел. Ладно, ну что ж, давай смотреть. Так, выход под B был у Fakulti, по-моему, изначально, но они решили стынуться в сторону медла. Будут, наверное, сейчас пробрасывать парочку, хотя не ясно, что делает Деструктор. Деструктор, по-моему, очень уверенно хочет сыграть сейчас в сторону медла. Медла. У него тиммейты под B. Один есть еще на медле S. Они могут стянуться и сыграть сплит B. Да, это сплит B готовится. Готовится дым на центр. Один пошел. Так, флешка. Моменталка. Два выходят. Один дым уже ложится на КТ. Очень грамотно прокидывает сейчас в Акулте. Моменталка от Каджумба, чтобы принять мид. Тут выходит Каспер, белый, ай, никого не убивает, прячется за ящиком, видит модельку игрока атаки, добивается второй попытки. Мид запирает ему, помогает его тиммейт. Или Аркадь вот в момент вину. По факту, аннексис должен закрывать этот душ-бет в лунта. МСЛ. Помог. Куда только что ворвался МСЛ? СМН, точнее. Вот куда он ворвался просто? Ну, я не знаю. Он думал, что кто-то стоит у очка, наверное, и хотел убить. Или в Кэш-Гоу модно выбегать в ворота на троих. Ну, может, он просто флешку принял и выбежал. Как бы бывает такое? Да, бывает. А может быть, у них плохо с инфой? Опа! Может быть, у них просто плохо все. Ну, не знаю, не знаю. 12-9, вот как видим. Мы вернулись, и аннексис начали тащить. Вот их первый раунд. Двайсный выигран. Нет, это уже второй девайсный раунд у них, как я понимаю. Выиграли они его, приняв этот пуш-бет. Ну, там вот у факулки грамотно была раскидочка. Сначала дается первый дым на КТ, а потом дым летит куда-то там под П. А мне понравилось, как принимал аннексис. Вот в этот момент они четко откидывали просто под флэнт. Тут сейчас будет четкий прием от Каджун-Б, я думаю. Аркада-Б. Интересно. Ой, флешка. Вот закрыта, закрыта флешка. Прошла, пытается дать им проход гранату в парня. Решил забить, не забивать гранат. Начинает зашивать проход на плэнт. Ну, тут уже должно вот собираться выбивание. Да-да-да. Защита начинает потихоньку стягиваться. Мид, кстати, никто не чекает. Ни с раундом, а один отрезал. Отрезал Ниля, и аннексис в меньшинстве будут выбивать. Это тяжелая ситуация. Очень тяжелая. Вот в преимуществе еще бы шансы были, а тут уже по-моему факт уже просто не отдадут. Ну да, все. Тут у нас сэвид девайс. Да, и вот, видимо, Пимс уже с ВП на длине будет сэвид свой. Ну, Пимс это снайпер команды аннексис. Ему надо его, не знаю, сверх великолепную штуку засейвить. Сверх великолепная штука. А МСЛ там просто разобрался почти со всей командой не факт. В одиночку попытались загнать они его, но в итоге загонял их. Какой четкий поворот судьбы. Ну и террорист вин, друзья. В Акулте отыкли еще одно очко. 12-10 становится счет. У аннексис по деньгам, по-моему, вообще катастрофа. Да-да-да-да-да. Но есть и ВП. У атаки, как видим, 12-600 СМН. Сиома, господи. У остальных 3-400. 8-100, 5-100 и 4-700. По очкам тут если посмотреть, то вот видно, что у не факулки. Сиома очень старается. 21 на 12-56 очков. 4 МВП. А у дефенса старается МСЛ. Ну, это опять же, вот он фрагов набил на том, что отстрелил сейфа. Пим сейчас пошел в аркаду. Смотри, опять аркада Б. Тут подсадка на пары, чтобы прочекать нижний. В нижний никто не вышел. На Б спокойно, без проблем. Открывается по кулке. Эсма плюс дистраптор в паре. Открыли пока Джунбу Касперу. И плент по факту занят. Еще раз придется сейвить аннексис. Вот мне, кстати, интересно. Вот сколько раз еще аннексис просто, точнее, не аннексис, а не факулки про аркадят вот так вот. Б. Мне кажется, еще разок так точно будет. Ну, здесь они просто уже побежали. Значит, такое ощущение, что парни вошли в раж. Они такие, вот мы выбили эти деньги. Вот, нам нужно сейчас сыграть быстро. Давайте лучше сыграем быстро и всех убьем, чем будем тянуть лямку, резину и все такое. Так, и вот смотри, теперь... Сейчас пимпс их здесь просто примет. А давайте теперь смотреть, как это все будет происходить. Вдвоем на длине знают об этом не факулки и попытаются забрать, отобрать. О, вот это просто пост дым. Такой жесть. Ну и все, и посмотри, полетела сразу куча фуэшек в яму. Еще один минус от пимпса, но он отвернулся. Да, он грамотно отвернулся. Еще один минус от пимпса, но он тут просто собрал, в принципе, всю халяву. Еще бы с пистолета дать минус, но не успел. Не успел. И выживаешь. Это самое главное, выживаешь. Ну смотри, к девайсному раунду аннексис еще за собой оставили преимущество. Очень хорошо поработали на сейве в плане фрагов, набивания денег. И сейчас у них были неплохие суммы для закупа. Давай смотреть, чем это дело завершится. Так, 4б, лол, ты посмотри, факулки. Это просто бейтим атака, а тут 3б. 3б у аннексис, если они прорвутся. Ой, беда! А-а-а! Тэшка белая. Все просто пляши, пляши. Пляши, говорит сейчас немцев товарищ Пимпс. Дает уже минус 2 и третий фраг был готов поставить, но Кирби его разменял. Открывается Кирби. Бреет его Каджум. ПВП последнее встание. Это 13-11 факулки проигрывают этот раунд. Но вот 3 подряд бета, конечно, вообще... Ну да, это было слишком нагло. Аннексис молодцы и правильно прочитали ситуацию. Можно было так и сыграть. Сыграли 2б, 1 в мидле, но и мидл в трассу халупал моментально, поэтому не факулки заведомо проиграли этот раунд. Они не просто. Но это было слишком нагло. Надо было сделать еще какой-то разводик хотя бы. Сыграть на А, ну и потом уже через раунд допобежать в эту сумасшедшую арказу. Тихо-тихо. Тут мне написали, слэм, насчет подсадки в мидле на дайс. Это чисто сурсовская подсадка, поэтому АВП за Т и чекало ее удачного комментирования. А, то есть все-таки до этого были уже такие подсадки? Да, окей. Значит, до этого были в Сурсе. Мы уже просто этот момент так и не прояснили, были они или нет. Но если были, теперь все понятно и картина ясна, предусмотрительность, эффективность и все такое. Ну а Фнатик молодцы за то, что старую такую фишку или там, не знаю, увидели и применилили. Ну, заюзали, да, как минимум, потому что вот если парни реально играли 5-7 дней, то вот уже использование таких фишек как минимум заслуживает уважение. Минус-2, там, экси, все, что немцы сыграли. Там пару раундов и потекли, походу. Притом, что сейчас с банки пытаются уйти бомбу. Вот она уходит на ноль, за ней в аркаду могут быть Каспер и Ниля, но не лезут. Так, смотри, там, Мантис выбежал по зигзагу, делает минус на длине, забирает пимса. Сейчас посмотрим, как Ирбис Парыч сейчас тянется. Да, вот его здесь не закрыли. Ну, там два длина, в принципе, он эксис, они особо сильно не парятся. Каспер, наверное, попытается сейчас с длины проконтролировать процесс Каджум. Ну да, и бомба-то уже устанавливается и будут просто 3-2 выбивать апуэнд. Да, посмотрим, что Каджум сейчас покажет. Так, вот и смотри, Нифаков, где тоже сейчас вот играют не тимплейно. Каджум, кстати, Парапет пропустил. Очень-очень это печально. Разводная граната от Нила. Ой-ой-ой, Мантис отлично сбывает. Минус от Кирби. Ой, факулки, ой, красавцы. Вот просто встали в дыму, дали минусы, два кп остается. У Кирби его сносит, идет пуш Каспер, чекает плент, и его здесь забирает ВП от Мантиса, при том, что очень бодрый. 13-12. Денег. Я уже на самом деле думал, что этот раунд еще и умудрятся проиграть. 13-13 сейчас будет счет, скорее всего, если, конечно, Нифаков, не решат слить на Б. Могут, могут и нарваться сразу на 4 гренки. Кстати, вот не видел я еще таких вот, пока, правда, видел всего там, вот этот второй матч, наверное, который я смотрю, но еще не видел вот каких-то вот таких вот попыток угадать с гранатами, взорвать вот такую вот аркаду. А они, факулки, кстати, таки бегут на Б. Нет, не бегут. Добежали, остановились. Ну, на Б там что, Каджун. Там есть Каспер, там есть Пимс. Тут аркада в нижнюю от Нила, друзья, и это, по-моему, инфа, как минимум. Ну, вот, открылся, зря-зря полез. Вот, не хватило терпения. Если посидел, подождал, то его тиммейты получили бы райское наслаждение. На Б, принимая просто весь этот пуш, а тут уже Каджун белый пытается уйти в дверь, уходит в дверь Илья. Смотри, что творит Каспер. Ай-яй-яй, Каджун, где же там баночка? На Каспера смотрим. Ох, закрыл его Кирби. Пимс. П-250, льва против Мишки. И ставит хэдшот, лол на плутей, есть Каджун. Один КП, два в одного, приходит МСЛ. С Тэшки! Один на один ситуация. Не знает Сема сейчас, где находится МСЛ. МСЛ будет играть очень-очень внимательно. Флэш дает. Сема чекает, понимает, что это Тэшка. Тут бомба! Ну что за провал? Провал, Анексис. Могри взять. Вот чуть-чуть медленнее сыграть. Не хватает. Он, на самом деле, все делал правильно. Но ему надо было, на самом деле, он хотел подобрать девайс, но все девайсы были на выходе с Б-планта. Но надо было подождать. Там просто бомба мигала прямо под выходом с Тэшки. Он это видел прекрасно. Но тут, с другой стороны, опять-таки же, вот как этого парня, сейчас найду СМН, он прочекал миду под флешку и знал, что в мидле уже нет игрока. Ну и что? А бомба в Тэшке лежит, как бы. Ну там по-любому был бы контакт, только в более удобной позиции. Был бы шанс отстрелить атаку последнего. То есть я тут за шанс говорю, а в остальной ситуации я с тобой полностью согласен. Юрий Терещенко. Страйк, да? Юрий Страйк Терещенко. Бронзовый призер чемпионата мира по компьютерным играм 2007 года, проходившим в городе Сиэтл. Игорь еще так пару раз меня представит, но и будем его искать где-то в лесу. В Киевской области, кстати. Это вряд ли. Так, ну что, тут в меньшинстве факулки. Смотрите, после жести подберешь или пройти сейчас, попытаться напарить, при том, что такие, знаете, вышли и стоят, ждут. А у Анексиса опять висели, опять на длине у них мифические поджимы банки. Такое ощущение, что они там привидения ловят. Могут, кстати, ловушку для привидения сразу бросить. Ну или они просто очень уверены в своем выбивании, или они просто какие-то лунатики. Лунатики? Ну полностью отдавать позицию. Зачем давать... Лунатики, лунатики, морские. Акробатики, да? Вот непонятно, опять-таки, зачем вот отдают просто апоэнт, хотя бы можно сыграть на инфу, там, дать минус какой-то, куда-то. Вот, например, Absolute Legends там не решает проблему тем, что там остается АВП просто. Ну вот смотри, это просто для Annexys. Это бред от команды Annexys, потому что вот нельзя так просто отдавать вот позицию. Никто ее не занимал. Вот просто дают свободно выйти и пытайтесь, знаете. Юра, 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 камбэк Counter-Strike Global Offensive. Может, сделаем с тобой и надерем им попы всем? Да, пора. Съездим, возьмем Dreamhack, как бы научим их играть. Ну, просто какое-то безобразие от Annexys. Вот, не знаю. Опять-таки же, делай два минуса. У вас громадное преимущество. Зачем отдавать одну точку и потом вот себе придумывать проблему и выбивать ее? Если ее просто можно сдержать. Сейчас посмотрим, сейчас опять диглик от Каджунгу. Вообще, так-то на матчпоинт сейчас могут выйти парни. Да-да-да, стоит. Он еще в щель, он должен видеть, в принципе, подходящих игроков. Но вот продинамил Сему и тут выход Фомас от Касперу. Вот добьет. Нет, но с разменом от Пимпа. Вроде неплохо зашла игра. Пимпса, правда, тоже казнили в плунте. Казнил Disruptor стяжку здесь с Апланта. Остается последний МСЛ с диглом на пары еще. И шансов у этого парня здесь крайне мало. Да их нет, фактически. Да, это, скорее всего, два матчпоинта для команды не факультет. При том, что у Анексис абсолютно не будет денег. Абсолютно. Точно. Не будет денег. Денег. Вот сами себе придумали, точнее, сами себе вырыли яму. По-другому не назовешь. Посмотри на МСЛ. Но он тут еще, наверное, хочет что-то с диглом показать. Уносит он этот блестящий пистолет, выгает с метла, испугался, испугался. Берн пишет Тесмо. Кто-то сильно засейвит дигл. Стфу. Аут, гайз. Там немцы, по-моему, троллят сейчас Анексис просто, понимаешь? Потому что Анексис уже точно не выходит. Ну да. Три ничьи, три очка. Но это если... Вот сейчас они потачатся с матчпоинта. А если не потачат, то вообще будет два. Мы... Что он написал? And boss? We are your and boss? Что это значит? Это какой-то свой прикол? Даже не знаю. Мы ваши and boss. Ну типа... Конечный... Мы ваш конец. Ну вот как-то так. Нормально, да? Заходит чувак и дворец. У-у-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у. Здесь остается только мечтать о таком игроке, как... О-о-о-у. Не остается мечтать. Я только-только хотел упомянуть Старикса с его бешеной реакцией, который бы разобрался, наверное, с этой движухой. Но здесь парни выбили. И Мантис! Размен. Бомба B. Класс-дистраптор. И его в центре бреют. 14-15. Тролл-лот. Тролл-лот. Такой не по култи, по култи просто. Как Каджон просто на бэсдеглом разобрался. Вот все идеально было для выхода на бэкплан. Убили пропрыгивающего. Выходили максимум на двоих игроков. Ну и вот все-таки не получилось. Вот опять-таки же, это аркада не факулти. Помнишь, я говорил, сколько раз они еще сбегают на бэкплан? Ну вот сбегали два раза и два раза проиграли. Сейчас Мантис решил просто щель простреливать. Тут B-дефенс неплохой вырисовывается. B-атак на двоих. Ну, 2-1-2 встала атака. В принципе, контроль Медла опять же заманится с ВП под банкой выжидания аркаду. У Анексис все то же самое. 3-B. Они понимают, что они просто развели Анексис до того, что тебе каждый раунд бегают 3-B. Потому что уже, ну, невыносимо тупо смотреть за этими немцами Б-бэплун-Томат, которые, ну, Анексис могут даже беситься слегка, я думаю, испытывать такое вот чувство спортивной злости, знаешь, на соперника. Да, есть такое, наверное. Сидите думать, да что за мыши? Душные ребята. Ну, минус от Каджумба. Дисраптору уолили на пары часа. 19.03 тем временем в Киеве. Так, я пошел, у нас очередной выход на Б сбривает там Каджумба. Занимает Б-план, будет установлена сейчас Бомба. Так, ну неужели... По попту ДСМН смотри, как зажарил неплохо. Не, ну 15-15 есть шансы на самом-то деле. Если Кирби сейчас не вытащит вместе с СССР. Ой, Кирби, ой, лол, ой, лол, ой. Ты заметил, что Дуплан занят, а Пинкс-то до сих пор на Б, он как был там, и он так там и остался. У Анексис третья ничья. Это просто карва лола не игра, дорогие друзья. Да, вообще какая-то жесть произошла. Так, давай вот теперь посмотрим на турнирную табличку. Очень интересно, что там сейчас происходит. Ну, у Анексис понятно, три ничьи, три очка. Вот что у Лимон Доксов? Давай, я сейчас посмотрю на халты в Орге, чтобы не сгрешить и нормально ее вписать. Так, и DreamHack Winter 2012 год, друзья. Ну, Динамик Лимон Докс. Динамик со второго выходит, получается, как бы. Анексис играли три ничьи, у них третье место, в Акулте последнее, минус семь в раундах, два очка, три очка у Анексис, четыре очка у Динамик. Вот, попрошу заметить, Тим Динамик просто должны сейчас идти и целовать ноги Анексис. Да, да, за то, что те не выиграли команду Нефакулти, при том, что ввели они у них со счетом 11-4. Да, ну и потом, опять-таки же, Нефакулти было два матчпоинта, и вот все решила вот та вот самая аркадка на Б-план. Ну и Динамик пропалзывают с этой группы, что за жесть. Вот, да, по-другому не назовешь, выползли ребята из этой группы чудом каким-то. Да, это, конечно, жесть, это жесть, друзья. Ну вот Анексис тоже такие ребята, как бы с тремя очками, с тремя играми, сыграли в ноль. Но на самом деле это очень сильная команда, я думаю, просто вот на этом турнире нет, да, но на других турнирах все будет четко и круто, я вот в этом уверен. Ну, по крайней мере, на лан-финала Старл Серии, Старл Адры, я думаю, эти парни выйдут. Так, ну что же, я, наверное, с вами буду прощаться, и вот уже на игры плей-офф будет комментировать Игорь, точнее Илья. Илья, Илья, да. Илья и Тауфик Хидри, ну и так что мы с вами, наверное, еще увидимся. Да, да, ну и всем спасибо, что посмотрели с нами этот великолепный групповой этап.